Подарите мне дождь Я помню своё самое первое выступление, мне было около шести лет, и мы учили песенки. У меня самая первая песня была, которая называлась «Кошалот». Ну, песни все были детские, такие добрые, милые, замечательные. И вот следующую песню, которую я учила, она называется «День рождения». Мы приехали вместе с нашим коллективом, с золотым микрофоном, в Дом пенсионеров, по-моему, в Зеленодольский. И просто вот такой детский наш подарок был для уважаемых уже там людей, которые отдыхали вот в этом доме отдыха. Мы приехали, и меня очень долго не могли заставить спеть песню. Меня подошли, спросили, ну, готова? Нет, я не пойду, я не пойду никуда. И, как рассказала мне моя мама недавно, а я этого момента не помню, оказалось, что я просто сказала, что у меня нет платья концертного, я без него не буду выступать. Я была в школьной форме, в обычной чёрной юбочке, белой блузочке. И мне казалось, что нет, это же выступление, это сцена, значит, там нужно быть красивой, в красивом платье. Ну, всё-таки меня уговорили, почти силком меня туда вытолкали, на эту сцену. В итоге это было моё самое первое выступление, очень волнительное. Я очень переживала, и когда выступила, я всё расспрашивала маму, ну как, ну как, получилось ли или не получилось. Дома мы очень редко поём, если уж так по-честному. Ну, не знаю, почему так получается, но вот на семейных праздниках часто просят, но я почему-то очень не стесняюсь. Когда все свои сидят, вроде как должна быть более раскрепощённой, но получается так, что я как раз-таки вот почему-то начинаю стесняться. Но у нас есть любимые песни. Когда я была совсем маленькой, мама мне пела такую колыбельную татарскую, айблбалам. И вот как-то она у меня запомнила с детством именно вот эту песню, я её потом выучила. КОНЕЦ 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 Как новогоднее чудо, пока я это воспринимаю. Хотя, конечно, Дина очень долго к этому шла. Она очень много работала. Ну, и случайного ничего ведь в жизни не бывает. Только очень человек, очень много вложивший сил во что-то, может надеяться на встречу с таким чудом. Я думаю, что Дина моя заслужила это. Она очень добрый человек, очень скромный. Наверное, вот часть её характера я на себя как-то переняла. Она меня всегда воспитывала и обращалась ко мне, вот, ну, так же, как и папа, наверное, как ко взрослому человеку. То есть, как бы в детстве всегда со мной разговаривали как бы серьёзно. То есть, готовили к тому, что ты будешь взрослой, тебе нужно будет там быть вот умной, доброй, общительной. И всегда, когда спрашивали, кем ты хочешь стать, у меня вот с детства запомнилось, я хочу стать хорошим человеком. И вот меня мама именно вот так и воспитывала, чтобы я была хорошим человеком. Училась я, наверное, средненько. Я никогда не была отличницей абсолютно. Что, кстати, Александр Борисович Градский почему-то знал сразу. Когда он меня увидел, он сказал, а ты никогда не была отличницей. И у тебя вот так четвёрочки шли. На самом деле, так и есть. Я училась абсолютно средне. То есть, никогда не рвалась стать лучшей в классе. Я вот более, наверное, гуманитарного какого-то склада ума. И поэтому мне достаточно тяжело давались предметы, связанные с математикой. Вот с вычислением, с чем-то таким. Ну и, в принципе, родители как бы не сильно заставляли меня это делать. Они сказали, ты главное... Главное не то, что вот как тебя оценивают по оценкам, а главное то, как ты сама себя оцениваешь. Если ты считаешь, что тебе вот этого уровня достаточно, то и замечательно. Ну и как-то вот это меня, наверное, и подталкивало к тому, что надо всё-таки уровень как-то поднимать. То, что я не поступила в ГИТИС, это, наверное, ну просто так получилось. То есть в этом нет вины созвездия, в этом нет там вины ГИТИСа. Это, наверное, просто я, может, не доработала как-то. Или просто так получилось, что курс набирался немножко не того направления, которое вот мне бы подходило. Но я попробовала, у меня не вышло. Но я думаю, это не последний раз, и, может, попробую ещё туда поступить как-то. Дальше я приняла для себя решение, что мне нужна профессия, которая сможет мне помочь в дальнейшем. И выбрала профессию, которая ближе всего была вот именно к творчеству. И как раз-таки начала заниматься вот ещё в школе я ходила в Подсолнух, в Зеленодольскую правду. И когда начала писать, мне это очень понравилось. Мне понравилось именно вот расписывать какими-то красивыми предложениями, там, с оборотами всевозможными. Как-то вот смотреть мероприятия и потом высказывать какое-то мнение, узнавать у людей. Вот общение с людьми – это, наверное, вот это моё. Мне это очень нравилось. И поэтому я решила, что пойду вот именно на журналистику. И в любом случае, как бы ни сложилась моя судьба в дальнейшем, если даже я, как бы, останусь в музыке, ну, как я думала на тот момент, то я, по крайней мере, буду знать точно, как работают журналисты, как с ними общаться лучше, и как лучше разговаривать, развить свой какой-то кругозор. Потому что мы там очень много литературы читаем, и вообще преподаватели очень хорошие. Они могут всегда помочь каким-то советам, всегда могут подсказать, что и как лучше делать, что и как лучше написать или сказать. Поэтому я нисколько не жалею о том, что я туда поступила, и обязательно закончу, и надеюсь, что закончу неплохо. А напоследок я скажу А напоследок я скажу Прощай, любить не обязуйся Как ты любил, ты пригубил, погибели не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело. И напоследок я скажу Заявку я послала только вот, когда мне позвонила моя подруга, которую зовут Юля. Она живет в Казани. Мы с ней видимся крайне редко, но она тоже пела в золотом микрофоне в свое время. Но после этого просто у нее появилась семья, она переехала, и мы стали вот только в интернете как-то общаться по телефону. И вот тоже перед моим сольным концертом прошлого мы увидели с ней. И как раз после этой встречи прошло некоторое время, и я просто заметила, что «звони-ка мне телефон», и там высветилось ее имя. Я сначала, честно говоря, не поняла, что именно такого могло произойти, что так вдруг, вот ее звонок, и она по телефону мне сказала, «Дина, я узнала о конкурсе, объявили, вот рекламу краешком глаза заметила, не помню, как называется, но вот что-то там то ли с голосом, то ли с музыкой, что-то такое, говорит, название прям яркое, звучащее, и объявляют кастинг, что нужно отослать анкету». Она сказала, «Поищи, пожалуйста, в интернете». Я как только услышала, вот вспомнила о тебе и думаю, «Надо позвонить». Видимо, вот так сложилась судьба как-то, вот этот случай так повернул все у меня. Я нашла на сайте анкету, которую нужно было отправить. Очень долго, на самом деле, ее отправляла, потому что, может, там какая-то неполадка на сайте была или что-то, но оказывается, я не одна такая, кто долго не мог отправить анкету. Я заполнила ее очень долго, там уменьшала фотографии, уменьшала аудиофайлы, которые нужно было им показать, чтобы они слышали, имели представление вообще как бы о каждом участнике. В итоге все-таки моя анкета туда попала. На кастинге не было наставников вообще, то есть наставники, естественно, они не должны были знать, кто мы, как мы поем, поэтому в этом, наверное, и вся фишка шоу. Там отслушивали, как бы, отбирали нас редакции музыкального вещания Первого канала во главе с Аксютой, вот они нас прослушивали. И о том, кто будут наставники, мы узнали буквально за день до слепого прослушивания, то есть мы даже не знали вообще, к кому мы можем попасть. Песни все выбирались у нас совместно, то есть мы обсуждали, мы обменялись там контактами, телефонами, там электронными почтами. И просто после первого же дня, когда набралась наша команда, вся 12 человек, мы начали присылать Александру Борисовичу на почту вот варианты песен, которые мы хотели бы исполнить. И то же самое делал он, то есть он нам предлагал свои варианты. Потом мы просто собрались все вместе и начали обсуждать, какая песня бы прозвучала вот хорошо и в чьем исполнении. У нас не было никаких там распевок определенных, там занятий вокалом, поскольку сам наш наставник понимал, что все люди, которые пришли на этот проект, они уже тоже не первый год занимаются музыкой и как-то сейчас переучивать, там заново ставить голос или заново ставить дыхание, это все уже, наверное, бесполезно, если уж как научили, так научили. Он мог только подправить слегка, то есть во время песни все равно слышно, что человек недоучил. И он мог подсказать, какую вот часть можно было бы там мастерства улучшить или что лучше исключить. То есть какие-то моменты, естественно, мы обговаривали вот чисто вокальные и музыкальные. И также мы думали насчет песен, репертуара вот вообще на будущее. Он нам советовал, что чего лучше не касаться и что лучше исполнять. Вообще Александр Борисович ко всем участникам относился очень положительно. Не было такого, чтобы он выделял кого-то одного. Он общался со всеми, ну как вот у нас шутка между собой. Ему пришлось еще 12 детей как бы усыновить и удочерить. И действительно он к нам как к детям, он привык ко всем, общался со всеми очень так по-доброму, по-семейному. И выбывание каждого из участников для него было очень так достаточно больно, наверное, происходило. Но мы все равно все продолжали общаться до сих пор. И он тоже там мог подсказать кому-то что-то, совет дать свой. Если обращались ребята. Про закулисье очень часто спрашивают на самом деле. Но я не знаю, разочарую вас или обрадую этим, то что вот все, что вы видели, в принципе, что происходило на экране, то же самое происходило за кулисами. То есть не было такого, что там вот на сцене люди одни, а за кулисами другие. Абсолютно. Я узнала всех как-то вот с новой стороны именно в ходе работы. Ну и, наверное, вам тоже это было видно, потому что не так часто мы видим наших вот наставников просто в ходе разговора. Они все-таки более вокалисты. Мы их видим с песнями, а здесь вот мы их узнали именно как людей. И мне очень понравилось то, что все они очень такие душевные, открытые. Мы со всеми абсолютно спокойно общались за кулисами. Мы дружили. Мы там могли как-то вместе сидеть там, пить чай, разговаривать, шутить. То есть все абсолютно по-доброму. Страх забыть слова – это один из моих, наверное, самых больших страхов на сцене. Но включается обычно вот такое второе сознание какое-то. И быстренько вот если ты занимался, если ты репетировал, то голова помнит. Ты можешь бояться, но при этом как-то автоматически этот текст выходит. Первый прямой эфир, наверное, был очень сложным. Как раз потому, что мы заболевать все начали. И вообще страшно было то, что никогда не работали в прямом эфире до этого. Мало ли какая могла быть неполадка вдруг, если там, если мы, допустим, что-то не то, как бы в исполнении как-то испортим номер, вдруг куда-то не туда пойдем. Потому что тоже камеры все ведь построены на прямых эфирах. Это все заранее проговаривается, кто где должен стоять, куда идти. И мы очень боялись что-то перепутать просто от переживаний, от нервов. Поэтому там вот было страшненько. Оркестр просто легендарный. Я просто, я не знаю, им можно медали каждому повесить на грудь. Потому что за такое короткое количество времени они готовили столько песен. И причем они их настолько точно все вот играли, что буквально какие-то мелкие помарки могли, конечно, появиться. Но это нормально. Это действительно, это живой звук. Это бывает. Но в основном они просто, я не знаю, чудесным образом как-то успевали за неделю подготовить целую программу. И на первых прослушиваниях тоже там такое гигантское количество людей пришло. И нужно было каждому подыграть. Я не знаю, это героический просто поступок. Я очень рада, что мне довелось вообще с ними поработать. Надеюсь, что это не в последний раз. И очень приятно как раз, что люди голосовали как бы не только за нас, не только нас поддерживали в конкурсе, что нам требовалась поддержка там их очень, но и помогали детям при этом. Это все правда. И я надеюсь, что, кстати говоря, нам дадут возможность с этими детьми встретиться лично. Очень интересно было бы вообще вот посмотреть, как они себя чувствуют сейчас. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я абсолютно была готова к любому результату, и тут не угадаешь, как проголосует зритель, кто им понравится, вот на данный момент больше или меньше, как поддержат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА